Свой приговор русским школам судья Конституционного суда зачитывала больше двух часов. В суде признали, что это было одно из самых объемных и чувствительных дел в истории страны. Суд признает соответствие закона об образовании Конституции страны. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Решение вступает в силу с этого момента. Сейчас в Латвии есть латышские школы и школы национальных меньшинств, где дети учатся на родном, в основном русском языке. Обучение проходит билингвально. 60% предметов на государственном, латышском, 40% на русском языке. В прошлом году парламент страны принял новый закон об образовании. В течение трех лет все школы должны перейти на государственный язык обучения. Парламентская оппозиция попыталась оспорить этот закон в суде. Вот эта тенденция консервативного отношения к культурному разнообразию, к правам человека в целом, к правам меньшинства вообще. Как бы явно заметно во всей Европе это не только наша латвийская тенденция. Значит, мы будем думать и попытаться помогать решать те конкретные проблемы, которые, несомненно, уже сегодня существуют, еще больше усугубятся после вступления всего этих норм. Будем обращать внимание и правительства, и судов всех уровней на наличие этих проблем. И мы будем действовать, как, в общем-то, любое демократическое государство обязано, в интересах ребенка в первую очередь. Закон об образовании или языковая реформа, как его называют, права национальных меньшинств не нарушает. И никакой дискриминации тут нет, считает правозащитник. В принципе, нарушений тут нет. Это, в принципе, даже сделано в интересах детей нацменьшинств. Министерство образования и науки указывает, что перевод всех школ на латвийский язык поможет интеграции детей национальных меньшинств. Все будут учиться по одним стандартам. Но директора школ настаивают, что языковая реформа станет проблемой. Не все учителя могут вести уроки на латвийском языке. Некоторые предметы, математику, физику, химию детям будет трудно осваивать. На неродном языке. В министерстве говорят, что переход будет плавным, займет несколько лет и учителя успеют подготовиться. Вопрос языка в Латвии давно стал политическим. Реформа дала повод местным пророссийским активистам заявить о себе. Партия «Русский союз Латвии» проводила в Риге несколько акций протестов против отказа от обучения на русском языке. Ребенок с первого класса не знает хорошо латышский язык. И сейчас начнется физика, химия и что она будет делать. Сначала нужно язык хорошо выучить латышский. Руки против русских школ! Руки против русских школ! Протесты в итоге ни к чему не привели. Но парламентская оппозиция готовит новые иски в Конституционный суд о том, чтобы в частных школах и в частных вузах сохранить образование на русском языке. Мария Андреева, Данил Жилинский, Латвия, Рига.